Подробнее о проблемах зеленой энергетики мы уже рассказывали ранее. Само по себе это интересное и похвальное начинание, поскольку снижать зависимость от ископаемого топлива, это правильно. Но при этом вырабатываемые при помощи в киловатты всегда дороже, потому их приходится датировать за счет государства. Это достаточно дорогое удовольствие, которое могут себе позволить только богатые страны. Три крупнейших экономики мира, США, Китай и Евросоюз, поставили себе целью в ближайшие 30 лет сделать свою промышленность климатически нейтральной, добившись нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу. Из этого следует сразу две серьезные проблемы. Как основным игрокам, находящимся между собой в жесткой конкуренции, найти баланс интересов, и что делать всем остальным странам. Отвечая на первый вопрос, хотелось бы процитировать статью Мэтью Линна, финансового обозревателя и автора книг Бюст. Греция, евро и кризис суверенного долга и долгая депрессия. Спад с 2008 по 2031 год, опубликованную в издании The Spectator. Большая идея президента Байдена состоит в том, чтобы план зеленой энергетики доминировал над возобновляемой и чистой энергией. Это центральный элемент его программы. Но ЕС придерживается точно такой же повестки дня, и большая часть его фонда спасения от коронавируса, в размере 750 миллиардов евро, направлена на точно такую же цель. Невозможно иметь двух мировых лидеров в области зеленой энергии. На самом деле конфликт за доминирование в этой отрасли в конечном итоге приведет к еще большему расколу двух сторон. Собственно говоря, этим все и сказано. США, ЕС и КНР уже сейчас толкаются между собой локтями на рынке зеленой энергетики, желая стать лидерами, которые и будут устанавливать правила игры. Евросоюз, возглавляемый Германией и Францией, намерен отстаивать интересы своих авиа- и автопроизводителей против американских Boeing и Tesla. Новым инструментом в этой борьбе должен стать пограничный углеродный налог Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, который с 2023 года вводит Брюссель. Вероятнее всего, Вашингтон и Пекин ответят ему симметрично. Новое соглашение по климату, которое будет обсуждаться на грядущих саммите и форуме в Глазго, по всей видимости, должно будет установить новые правила игры между тремя ведущими мировыми экономиками и определить их взаимодействие между собой и всеми остальными странами. Для последних это ничего хорошего не светит. Не имея развитой альтернативной энергетики, они будут вынуждены платить за право доступа на европейский, американский и китайский рынки повышенную пошлину на экспорт продукции с высоким углеродным следом. Это напрямую касается и нашей страны. Подсчитано, что дополнительная финансовая нагрузка для отечественных экспортеров, работающих в Евросоюзе, составит 60 миллиардов долларов. 23 апреля состоится масштабный саммит по вопросам борьбы с глобальным потеплением. Из-за коронавирусных ограничений мероприятие пройдет в онлайн-формате. Организатором стали США, которые пригласили поучаствовать лидеров Сорок, а стран, в том числе, президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Данный саммит можно считать знаковым, поскольку именно от него может начаться отчет новой зеленой реальности в мировой экономике, которая будет закреплена на Всемирном климатическом форуме ООН в Глазго. Что же дает нам основание так полагать? Многие отечественные политологи отметили тот факт, что Вашингтон пригласил поучаствовать в мероприятии Москву и Пекин, несмотря на то, что находится с ними в контрах. Это было истолковано ими как хороший знак. Однако следует помнить, что президент Джо Байден еще во время своей предвыборной кампании обещал конструктивно сотрудничать с Китаем и Россией, по важным для США вопросам, таким как изменение климата, например, но жестко противостоять им по иным, принципиальным для Белого дома направлением. Не пригласить на саммит президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина Джо Байден просто не мог. Китай, главная мировая мастерская, находится на первом месте среди крупнейших источников выбросов в атмосферу вредного для климата углекислого газа, СО2. За ним следуют США и Индия, а Россия замыкает эту четверку. Кроме того, наша страна является самой большой по территории, на которой произрастают огромные леса, поглощающие углерод. Таким образом, без участия Пекина и Москвы саммит в значительной степени лишался бы своего смысла. Однако все чуть сложнее, чем представляется на первый взгляд. Можно предположить, что в Белом доме ведут дело к заключению новой версии Парижского соглашения, из которого в свое время вышел республиканец Дональд Трэмп и участие США в котором немедленно возобновил демократ Джо Байден. На самом деле проблема не столько в изменении климата, сколько в поиске балансов между крупнейшими экономиками мира и установлении новых зеленых правил игры. По всей видимости, после апрельского саммита и форума в Глазго, все страны четко поделятся на те, что имеют развитую экологически чистую альтернативную энергетику и те, что ее не имеют, и потому будут оплачивать из своего кармана чужой прогресс.